Решите мне начать свое выступление. Во-первых, я хочу поприветствовать вас не только от себя лично, а от всего нашего корпоративного сообщества. Настало уже более 500 организаций, 4 страны, 100 городов, где-то 40 регионов. Вот так мы выглядим на сегодняшний день. Мы даже название организации не можем расположить на этом плакате. Это мой подарок лично. Вам с наилучшими пожеланиями. Итак, название. Я сегодня решил сделать немножко необычный для себя доклад, потому что моя должность, положение, она как-то меня все время вовлекает в отчетах о том, что такое арбикон, как он развивается. Ну и все прочее, я становлюсь заложником вот этой статистики бесконечной. Сегодня заявлена тема «Библиотеки в информационном обществе и развитие парадигмы». Ну, для начала я хочу зачитать цитату Роса Аткинсона. Это гений, предсказатель, к сожалению, он умер в 2006 году. Но где-то в 2000 году он опубликовал некий такой меморандум, который сбывается. Вот одна из цитат. Самой большой ошибкой, которую библиотекари могут допустить в настоящее время, это решить, что в преимущественной электронной среде их главной ролью станет роль оператора, обеспечивающего доступ. Главными функциями в библиотеке всегда были, и вне зависимости от технологий останутся, отбор, организация и хранение, организация и хранение, сохранность и предоставление доступа. Но вот, к сожалению, это предсказание, оно не вполне выполняется сейчас, через 10 лет. Действительность показала, что существует вот эта зависимость, сути процесса от технологии. И когда мы переходим на электронный контент, то свойства вот этого инженерного объекта информации электронной, они столь сильно разятся от того, с чем мы работали раньше, информационными объектами. И требуется такого типа совершенно новой технологии, что это влияет и на функциональность библиотекарей, их мышления и все прочее. Итак, чтобы говорить о парадигме, что очень такое предельно сложное понятие, немножко история. Вот я все вечер учил, как по-латински будет парадигма. Парадайм. Это произношение греческое и напрямую означает пример, модель, образец. На самом деле, Википедия дает следующее определение. Парадигма – это совокупность фундаментальных научных установок, представлений терминов, принимаемые и разделяемые научным сообществом и объединяющие большинство его членов в определенный период времени. Но на самом деле там все очень непросто, бывают разные парадигмы, типы, системы воплощения, все очень непростое философское понятие. Но интуитивно ясно, что это модель, с которой согласно общество в определении чего-либо крупного, и некоторое время общество развивается в принятой парадигме. Еще важное понятие – это смена парадигм. Вот shift парадайм. Этот термин впервые введен известным историком науки Томасом Куном в 1962 году для описания изменения базовых посылок в рамках ведущей теории науки. Согласно Куну, научные знания развиваются скачкообразно посредством научных революций. Любой критерий имеет смысл только в рамках определенной парадигмы, исторически сложившейся системы воззрений. И вот научная революция – это смена научным сообществам, объясняющих парадигм. То есть парадигмы не перетекают одну в другую плавно, они меняются революционным способом. Вот эти циклы также Куном были определены. Зачем я все это рассказываю? Естественно, та область знания, в которых мы работаем, это часть мировой системы. Естественно, мы попадаем под общие парадигмы, которые сейчас приняты. И когда парадигма уходит вперед, а мы от нее отстаем, не замечая, но чувствуя это по каким-то косвенным результатам, то происходит плохо. То есть кто-то умирает. Скорее всего, мы, которые отстали от этого паровоза. Но вот мы должны понять, паровоз на какой остановке находится. Значит, нормальное существование науки и библиотек – это когда каждое новое открытие поддается объяснению с позиции господствующей теории. Все можно объяснить. Второе – это такое смешанное состояние. Это когда наука находится в экстраординарном положении. Это когда мы декларируем кризис науки, появление аномалий, которые не объясняются текущей теорией. Увеличение количества аномалий приводит к появлению альтернативных теорий, в науке существует множество противооборствующих школ. Вот мне кажется, мы находимся в этом состоянии. Ну и третий шаг – это, собственно, революция и разовая смена парадигмы. Итак, что же наблюдается в библиотечном нашем деле? Мы продолжаем работать по старой модели, ожидаемый результат не приходит. Мы это все ощущаем, что что-то изменилось. Последние лет 10-15, насколько я помню, мы говорим о необходимости изменения в библиотеках. И, пожалуй, только в последнее время появляется представление, куда именно предполагается двигаться. Но вы помните этот разброд, защита библиотек. Во всем мире проходили эти этапы. В Америке это проходили более 10 лет назад. Но так как у нас отставание примерно таким периодом и определяется – 10 лет, 7-10 лет, то это, наверное, справедливо для нашей ситуации здесь, в России. По каким же звоночкам мы чувствуем, что что-то не то? Вот просто я перечислю факты, интересные, может быть, цитаты. Но вот совсем недавно, в 2011 году, тайга-форум, это американский форум, опубликовал, куда входят представители, в первую очередь, научных библиотек, которые наиболее активны в развитии теории. Они опубликовали вот, как бы, такую номенклатуру провокационных утверждений. И вот среди этих утверждений там говорится, что к 2015 году будут использоваться разнообразные источники информации, не только библиотечные, да? Причем пользователи будут удовлетворять 90% своих потребностей в источниках, не связанных непосредственно с библиотеками. Представляете, да? Только 10% они будут получать в библиотечных хранилищах. Дальше. Традиционной библиотеке больше не потребуется. Успешными станут те библиотеки, которые смогут переориентировать большую часть персонала на выполнение новых обязанностей в библиотеке. И третье. Пространство библиотек не только для книг. Большая часть библиотечного пространства будет отведена для новых функций, не связанных с библиотечным фондом и услугами. Ну, об этом, кстати, говорил господин Штефан в своем докладе. Вот реальные факты. Здесь показано, что налицо есть кризис о растущих ценах, в первую очередь, на журналы. И скорость и увеличение бюджетов библиотек. Вот на левом графике мы видим две кривые. Нижние кривые – это как росли расходы на монографии. И вторая, более крутая кривая, показывает, как росли расходы на периодику. То есть, периодика драматическим образом стала дороже. Вот справа, доступ к ней справа, дан спектр расходов усредненной библиотеки, ну, вот бюджета, по следующим категориям. Первое – это как изменялись зарплаты в течение 10 лет в научных библиотеках. Вы видите, что раньше зарплата составляла 51% в бюджете библиотеки, сейчас 44%. То есть, уменьшилось на 7%. В то же время, расходы, которые усредненная библиотека затрачивала на покупку сериальных изданий, увеличились за эти три года с 21% до 30%. Дальше, возникает сразу вопрос, не за счет ли зарплаты, да? Третье – операционные расходы библиотеки, это ремонт, там все прочее, да? Накладные операционные расходы уменьшились на 2% за эти три года. То есть, как бы на сами библиотеки стали меньше тратить, она может себе позволить. Ну и закупка монографии тоже на 3% за 10 лет бюджет уменьшился. Оправданное ли увеличение цен на периодику? Почему я говорю про периодику? Потому что это наиболее востребованные для, в первую очередь, для науки источники, да? Более оперативное опубликование информации по разным направлениям. Вот здесь две позиции, с левого правого. Позиция библиотек и позиция издательств. Они всегда конкурировали. Вот давайте посмотрим мотивацию. Итак, библиотека говорит, цены опережают инфляцию. Второе. Пакетированные подписки не дают возможность отказаться от личных наименований. Бери все, что дают за вот эту цену. Третье. Риск лишиться архивов. Не пропустил подписку там на год, на базу какую-то, потерял архивы. Дальше. Правообладателями является издательство, которое и заказывает музыку в этом вопросе, да? В вопросе цен, по крайней мере. Далее. Цены могли бы быть ниже при некоммерческой модели доступа к ресурсам. И последнее. Почему мы должны платить за доступ к произведению, который создан, ну, например, сотрудниками нашей организации? То есть сотрудники это передают издательствам, а потом библиотеки у этих же издательств это покупают. Теперь позиция издательств в этой ситуации. Примерно вот соотносится с вопросами по порядку, которые я зачитал. Объем публикуемых научных данных значительно возрос. Почему стоимость увеличилась? Второе. Стоимость одного использования электронного ресурса снижается. Удельная стоимость. Третье. Пакеты дают возможность пользователям пользоваться скидками и получать доступ к расширенному набору ресурсов. Далее. Переход к электронным журналам требует значительных вложений в новую инфраструктуру. Поэтому все дороже. И последнее. Мы готовы перейти к модели открытого доступа, если это не приведет к снижению нашей прибыли. Вот две позиции. Налицо конфликта. Итак, мы отмечаем, что изменился цикл накопления потребления информации. Очень коротко. Если раньше автор публиковал через издательство, издательство через систему книгораспределения попадали в магазины и через розничную сеть, потребитель получал эту информацию. Сейчас все по-другому. Значит, издательство напрямую, во-первых, это уже электронный контент, издательство напрямую могут продавать одинокостоящего потребителю из любой точки, с мобильных устройств, как угодно. В то же время появились интеграторы, агрегаторы, которые агрегитируют контент многих издательств, которые также продаются. И библиотеки, естественно, тоже подписываются на электронный контент, при этом сохраняя небольшой книжный фонд. То есть, кому надо, дойдет пешком до библиотеки, где есть подписки на эти же электронные базы. А кому не надо, тот из дома прямо может получить необходимый документ. При этом мы отмечаем совершенно четкую тенденцию, что вот эти данные, уже контент, он мигрирует в пространство интернет, в открытую часть пространства. Легитимно или нелегитимно. Все новинки там есть. И это, кстати, нам позволяет работать с авторами, которые приходят в цифровую библиотеку, политех, чего-то отдавать и говорят, «Ой, я не хочу, чтобы это не было открытого доступа, я хочу, чтобы это только по пятницам, только помещение библиотеки, только для наших студентов». Ему говорят, «Слушай, парень, ну давай вот войдем в Google поищем, входим, видим, что его монография давно уже в полном тексте украдена и там стоит». Тогда он говорит, «А, ну если так, то, конечно, давай открывай для всех». Вот, и то, что из коммерческой части, видите, через издательство агрегаторов, все равно контент утекает туда, в эту среду, которой, естественно, пользуются наши читатели. Итак, что будет дальше? Вот самый правый кружок наверху – это библиотеки. Куда бизнес-то идет? С библиотеками вообще будет этот бизнес, распространение информации или без нас? Вот это вопрос, кстати. Вот модель локального обслуживания в 90-е годы, это самый верхний уровень, видно, что были одинокостоящие, ну, правда, довольно мощные, ну, я не знаю, издательства, которые поддерживали контент разного типа. Там, звук, изображение, там, текстовая информация. И были библиотеки прекрасные, да. В 2000-е годы появилась другая модель, глобально-цифровая модель, когда уже в цифровом виде этот контент стал пересекать в сетевые системы, такие как Amazon, Netflix, iTunes. А вот к библиотекам подобрался Google и сказал, ребята, да вы вообще, мы за свои деньги у вас все оцифруем и продадим, и вообще-то как-то вот так все это выглядит. И нам не важно, есть там национальная электронная библиотека, нет в этой стране, мы сами все сделаем за свои деньги. И третий подход, это 2010-е годы, вот эти, да, когда уже облачная модель, когда вот эти пространства контента разного типа, они сливаются вот в это облако, и вот это уже такое пространство, которое доступно, и где не идентифицируется даже держателя. Вот и библиотеки при этом переходе уже через Google могут потерять свою значимость, весь контент будет в этом облаке. И это очевидно, что будет. Дальше. Вот интересные исследования Ассоциации научных библиотек, несколько лет назад были опубликованы, значит, которые назывались, что пользователи меняются быстрее, чем сами библиотекари. А вот очень интересные данные, где ищут информацию студенты и ученые, слева это студенты. Так вот, усредненный американский студент в 83% случаев никуда не ходит, кроме как поисковые механизмы в интернете. При этом он иногда ходит в Википедию, но тоже через сеть в 7% случаев, в 2% случаев ходит через социальные сети, получает информацию, а дальше все незначимо. Даже интерактивные научные базы 1% пользования. А вот библиотечное посещение библиотечного сайта – ноль. Вот это реальность, ноль. С другой стороны, с правой стороны, это ученые. Вот ученые, значит, вы видите тенденцию, кстати, тенденцию, которая с шестью годами различается. Значит, идет рост работы с профессиональными научными базами. Сейчас 47% идут в научные базы сразу. Второе – это пользование поисковыми механизмами, оно тоже увеличилось за шесть лет на 9%, на 11%. Значит, обращение к библиотечному каталогу конкретной организации упало на 10% за шесть лет, и всего в 18% используется. А вот посещение библиотеки и общение с библиотекарями упало до 4%. То есть, если брать ученых и студентов, в библиотеки ходят в 4% случаях и только исследователи. Дальше. Библиотекарь в одиночестве. Значит, здесь мы смотрим ситуацию с книговыдачей, с книгооборотом, с circulation, да, и с вот reference service, да, то есть это вот запросы для библиотекарей там по разным поводам, библиографические и всякие прочие. Значит, как менялись по категориям обучаемых, вот левая часть, циркуляция. Значит, первокурсники стали получать информацию в библиотеках на 5% меньше за 10 лет, и всего в 12% случаев туда появляется. А, нет, падение на 30%, извините, я не туда посмотрел, на 30%. То есть, за 10 лет на 30% меньше первокурсники стали приходить в библиотеки. Значит, бакалавры стали ходить меньше за книжками на 12% за эти 10 лет. Магистры на 34%, а доктора тоже на 3-4%. То есть, вообще, такое, как бы, падение драматическое на треть уменьшилась циркуляция по категориям. Справа это вот библиографическое обслуживание. Смотрите, значит, первокурсники, падение на 13%, бакалавра на 20%, магистры на 50%, доктора на 70%. Не ходят к библиотекарям, не нужны они им. Итак, еще одни изменения. Значит, переход от владения информацией к доступу. Значит, что мы имеем? Большие фонды печаных книг с низким книгооборотом. Покупаем, не используется. Дублирование книг на полках отдела, в самой библиотеке, в библиотечной сети, в консорциуме. Все дублируется. Третье. Закупка книг по случаю. Возможно, они понадобятся будущим пользователям. Ну, вот ректор денег дал, дай-ка мы скупим все, что в лане производится. А вдруг понадобится кому-нибудь, когда-нибудь. Это нам знакомая ситуация. Значит, к чему стремимся все-таки? Понятно, что это ненормально. Условия кризиса, о котором тоже Вернер упоминал. Стремимся к приоритету закупки электронных книг. Понятно, что это выгоднее. Дальше. Печатные книги сохраняются и представляются в пользовании в специальных кооперативных хранилищах вне помещения библиотек. Ну, не нужно тебе 90% фонда. Отдай ты это куда-то на выселке, да, если это не спрашивается практически никогда. И в нужный момент в этих репозиториях, как в Финляндии сделано, вы можете прийти и получить такую вот редкую книгу или там что-то такое. Значит, что этому препятствует? К тому, что мы стремимся. Это ограничение по защите авторского права, которое препятствует доступу к произведениям и отсканированным материалам из фондов. Второе. Не все учебники доступны пока еще в электронном виде. Третье. Закупка электронных книг – более сложный процесс. Четвертое. Условия доступа ограничивают свободу пользователя в работе с электронными книгами. Ну, тоже есть выходы на эту конференцию, мы об этом поговорим. Потому что наука все-таки очень сильно влияет, особенно в университетах, на развитие библиотек. Они заказчики, мы исполнители. Итак, что имеем? Ученые, да, и к тому же ученые порождают контент, да, который мы коллекционируем, обрабатываем в своих электронных библиотеках. Ученые передают исключительное право издательствам. Вот любят они взять и отдать все права за три копейки. Второе. Деятельность ученых оценивается по публикациям в журналах, выпускаемых издательствами. Вот эти индексы, от которых зависит зарплата, да, они все базируются на печатных изданиях, что вообще просто не очень хорошо. Третье. Издательство продает доступ к электронному журналу пакетами с фиксированными наименованиями. Ну вот покупай вот эту ИБС, там 20 тысяч наименований, а тебе надо 100 учебников. Дальше. К чему стремимся? Авторы сохраняют часть прав для размещения статьи в репозитариях открытого доступа. То есть открытое публикаем. Дальше. Ученые имеют другие возможности распространения результатов, работ припринтов. Не буду останавливаться, там целое много чего. И третье. Вклад ученого оценивается не только по количеству журнальных публикаций. Вот здесь я буквально две секунды хотел бы сказать о новой науке, которая вот-вот только-только породилась, которая называется альтметрика. И я рад отметить, что буквально в этом году американцы дали довольно большой грант стандарта образующей организации НИСО американское для создания стандарта, которые будут воплощаться вот в этой области альтметрика. Значит, суть в том, что как оценить влияние на общество, на науку, которое произошло после опубликования конкретного контента. Вот я написал гениальную статью, чего в мире изменилось после этого. Вот политик заявил чего-то там такое, как все там упало или поднялось дальше. Значит, и это все на основе формальных методов, на основе всяких индексов, и мы можем оценивать этого ученого, его долю, вклад в развитие там науки, там еще чего-то, сообщества. Абсолютно вот новое вот такое направление. Дальше. Что препятствует? Зависимость статуса ученого от публикации подталкивает его к опубликованию в высоко цитируемых журналах, обычно выпускаемым небольшим количеством издательств. Вот хочет он больше зарплаты, он будет бегать и искать тот журнал, который вот имеет высокий рейтинг, а их не очень много в стране. Дальше. Издательство сомневается в переходе на модель, на модели публикации открытого доступа, боясь потери финансовой стабильности. Пока еще сомневается. Теперь, что с самими библиотекарями, вот с нами, там, что имеем? Значительное время тратится на каталогизацию обработки печатного фонда, снижение показателей книгооборота и справочных служб. Что мы отмечаем? К чему стремимся? Библиотекарь вовлечены в онлайновые курсы, в работу научных групп, в учебный процесс. То есть занимаемся не совсем тем, чем занимались раньше. Дальше. Специализация сотрудников на поддержке новых технологий обучения, электронной науки, управлению массивами цифровых данных. Data curation. Это абсолютно новое направление, о котором говорят несколько лет. То, каким образом библиотеки или там кто-то может дать, обеспечить доступ к научной информации, к данным научных экспериментов, сохранностью которых тоже возлагается отчасти на самой библиотеке. Ну, про сохранность я вот песни не буду петь. У нас есть вот здесь большой специалист, который будет выступать. Но сейчас похоже, что эта задача начинает мигрировать в область компетенции библиотечных систем. Что этому препятствует? Некоторые библиотекари не имеют знания и желания в осознании новых услуг. Понятно, библиотекарь – самое медленное звено. Дальше. Университеты не всегда видят в библиотекарях полезных специалистов реорганизацию учебного процесса научной деятельности. А зачем нужна эта библиотека, да? Ну, какие-то библиотекари – все есть у нас и так в интернете. И вот я просто не мог удержаться, не показав вот эту картинку. Это и нарисовано понятие вот этого процесса data curation, который под собой подразумевает хранение и обслуживание научными данными. То есть появление данных нового класса в библиотеках – это не монография, это не что-то, это спектры, например, да? Или еще чего-то. И мы читателям должны взять возможность в своих электронных публикациях дать ссылки на результаты научных исследований, которые были сделаны кем-то там в мире, чтобы можно было повторно использовать результаты этого исследования. Хотя есть метение, что иногда затраты столь большие, тут и проблема до описания цифровых объектов. Кстати, вот я должен сказать, что у нас очень хорошее отношение с Германией и со Штутгартом, который был пионером в наших отношениях, и с Ганновером, с которым тоже сейчас заключили договор. И вот библиотека Ганновера – это ГПНТБ немецкая, да, которая является лидером технологии Digital Object Identifier. И в октябре они сюда приедут специально большой группой проводить семинар, как организовать описание научных данных, что это такое. Пожалуйста, не привороньте, вот на базе политех Арбикона будет редчайший такой семинар для России лидеров. Вот порождение таких данных нового типа в центре вокруг порождает кучу-кучу сложных процессов, включая процессы сохранности цифрового контента. Это одна из частичек вот этой таблички. Итак, это плохо видно, я просто зачитаю. Значит, констатация того, что есть, куда мы стремимся и пути миграции в рамках одной парадигмы. Итак, гонка в увеличении собственных фондов. Сейчас. Что мы хотим? Корпоративные коллекции и цифровые ресурсы. Что для этого нужно? Повышение квалификации для обеспечения качественных сервисов открытого доступа. Далее. Комплектование направлено на создание коллекции собственных. Что должно быть? Комплектование по фактическому использованию. Вот только под заказ конкретных ученых, конкретных категорий читателей, там, социальных категорий и так далее. Пути. Оптимизация объема собственных бумажных фондов. Все ненужное выкинуть. Сохранять только нужное по усмотрению заказчика. Третье. Нет реальной альтернативы издателям научных журналов. Что должно быть? Стимулирование и пропаганда модели открытого доступа. Открытое опубликование, открытые архивы, открытый обмен информацией без посредника. Что, какой путь достижения этого? Поддержка открытого распространения знания. Это популяризация. Вот мы должны работать с авторами в этом направлении. Далее. Иначе с нас все время будут снимать деньги. Дальше. Фокус на создание удобного пользования фондом и справочной службы. Сейчас. Вот мы все такие уютные. Вот мы погладим по головке. К нам приходите. Правда, как вы видите, не ходят. Что должно быть? Создание разнообразных сервисов поддержки обучения и науке. То есть это новое направление для университетских библиотек. Мы должны интегрироваться в учебный процесс как часть его. Какой путь развития библиотечных услуг нового типа? И последнее. Пространство используется для маловостребованных служб, что есть сейчас. Вот у нас стоят полки, которым никто не подходит. Вот у нас гигантские хранилища с миллионом тому, которые спрашиваются раз в сто лет. Что должно быть? Пространство для обучения и работы в группах и индивидуально. То есть библиотеки должны этим заниматься. Обеспечить максимально комфортное место для работы. Путь переориентации персонала и пространства. Итак, вы видели, что без корпоративности это не обходится. Вот это необходимый элемент перехода к новой парадигме. Мы в одиночку не сможем достичь того, что мы декларировали. Что потребует переход к корпоративному стилю? Вот здесь перечислены эти позиции. То есть мы должны менять свои бизнес-процессы с учетом корпоративности. Мы должны менять технологию комплектования и менталитет при формировании фондов. Как электронными, так и бумажными изданиями. Это мы должны уметь обмениваться ресурсами, где бы они не находились, и эффективно их отыскивать. И мы должны совместно порождать ресурсы. Особенно библиотеки, которые работают в больших организациях, где производится контент. Должны оперативно работать с авторами, корректно описывая и выставляя по разным технологиям этот контент. Ну вот тут перечислены корпоративные сервисы, не буду их зачитывать. И буквально я не удержался. Самые последние данные по некоторым проектам Арбикона. Значит, Марс стало 230 участников. Это тысяча специалистов, которые каждый день работают в этом проекте. Тысяча специалистов квалифицированных. Из 100 городов в 4 стран. На очереди 24 организации. Вы видите, как профиль распределяется между участниками. Примерно половина вузовские, половина публичные и прочие библиотеки. То есть здесь есть все. Дальше. В Марсе впервые появилось в поисковом образе документа указание места работы автора. Это позволяет заинтересованным лицам спросить, а вот авторы моей организации, они чего написали в российских журналах за такой-то период? И это дорогого стоит. Это уже элемент, который представляется ринцем, с которым мы пересекаемся, но не сильно. Дальше. Вот так растет объем сводной базы Марса. Вы видите, последний столбик, он дан на шестой месяц. И, скорее всего, мы будем видеть вот этот рост, нелинейный даже рост объема базы Марса. На данный момент в базе лежит 2 миллиона 250 тысяч записей. За последний год мы расписали 275 тысяч статей. Ни одна библиотека в мире столько не может расписать. Я вас уверен. Число журналов, вы видите, где-то 200, из них ваковских тысяча с лишним журналов. Теперь проект доставки документов. Вот многие говорят, что вот она как бы доставка, она падает, потому что электронные тыра-пыра. Ну вот так выглядит реальность. Вы видите, что количество запросов незначительно падает по годам. И это связано с очень интересным артефактом. Значит, примерно в 10-11 годах в связи с несовершенством закона о торгах, вот о закупках, очень многие пали жертвой недобросовестных поставщиков, которые выигрывали тендеры, а потом нас кидали, так по-русски говоря. И тогда сообщество библиотечное научилось помогать друг другу через корпоративные системы. И вот этот рост как бы запросов, он объясняется большим количеством запросов по системе взаимопомощи. Хелп, я не получил такого-то выпуска там, и сообщество ему помогало. Сейчас ситуация нормализовалась, и мы примерно видим выполаживание количества запросов. Так, здесь мы видим количество страниц, которые соответствуют тем запросам. Видите, даже объем передаваемых документов в условиях снижения их количества растет. Это самые свежие данные на сегодняшний день. Вот это очень интересно, это скорость обслуживания при заказе доставки документов. Вы видите, что в этом году мы стали еще быстрее доставлять документы. Значит, по нашим данным, после заказа интерактивно через систему, в 90% случаев документ доставляется за 3 часа. Оцените. Вот, я не говорю, что у нас 10 часовых поясов в стране, да, это тоже накладное ношение, но очевидно, что эта система вполне может замещать недостатки комплектования библиотек, а не очень часто спрашиваемыми журналами. И многие отказались от подписки, в том числе наша библиотека, от двухсот наименований журналов отказались, и ничего не произошло. В случае необходимости за 3 часа мы получаем эту стадию. Это выгоднее, чем подписывать журнал. Теперь это отражает процент успешного выполнения заказов. Да? Вот вы видите, что уверенно количество заказов, которые гарантированно выполняются, растет. То есть больше 80% – это вероятность, что ваш заказ точно выполнят. Ну и в завершение я хочу проанонсировать два новых проекта. У нас будут два отдельных круглых стола по проектам. Один проект вы слышали, он называется «Джестер». Это рабочее название, оно будет меняться. И его полное название – это создание архива статей из российских журналов. То есть это появление контента полного текста статей на полную глубину издания журнала, российского журнала. Очень амбициозная задача. Мы начали с малого, и это реально стало работать. И вот, Виталий Иванов, помашите ручкой. Вот, будет специальный у нас круглый стол. Мы покажем, как это уже работает. И второй, я считаю, что это бомба просто, да, это новый проект. Совет Арбекон буквально в пятницу принял решение о реализации нового проекта. Он называется «Федорус». А если полное название – «Федерация унифицированного доступа к ресурсам учебной среды в России». И в пятницу был назначен руководитель этого проекта Василий Пархачев. Он здесь? Василий Пархачев. Ну, встаньте, что ли. Он руководитель нового проекта Арбекон. Значит, он рассказывает идею. Это абсолютно новая идея для России. Она не имеет здесь аналогов реализации. Она уже явно работает. Она позволяет оторвать читателей от конкретных IP-адресов при доступе к базам данных. То есть, и в этой системе уже работает Марс. То есть, теперь не нужно сидеть в библиотеке. Можно работать с мобильных устройств, с теми массивами, на которые подписалась конкретная организация. Для этого надо знать свой пароль в своей библиотеке. Ну, вот это просто те организации, с которыми уже налажена работа по контенту. Ну, и это я уже показывал, но это мне очень нравится. Не будьте одиноки. Ловите драйв от совместной работы. И тогда мы оседлаем вот эту волну, информационную волну, как сейчас, information wave, как сейчас называют. Вот она, мощный океан. Это океан информации. И мы научимся вместе работать с этой энаги нового типа, которую пока мы до конца не знаем. Какой она природы. И вот, возвращаясь к парадигме, я хочу сказать, что вот эта картинка отражает представление ученых о парадигме Вселенной, современной парадигме. И где-то там, вот в этом сечении по плоскости М, есть и наше с вами место. Ну, там взгляд ученых, а это взгляд на наш с вами, простой, на то, что вот этот мир, там есть наше место, и мы будем жить в согласии с этим миром. Спасибо. Спасибо.